Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Транс. Сотрудник акционного дома Саймон отвечает за сгоранность картин во время проведения аукциона и в случае опасности должен запереть картину в сейфе. Во время ограбления он получает удар по голове и просыпается в больнице с амнезией. Саймон единственный кто знает где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают и пытают его, а после неудавшейся попытки вспомнить банда нанимает гипнотерапевта Элизабет, которая должна помочь Саймону восстановить местонахождение картины. Не оставляющие следа. 2008 года. В ФБР существует подразделение по расследованию и пресечению интернет-преступлений. Специального агента по борьбе с подобными нарушениями, Дженнифер Марш, казалось уже ничем невозможно было удивить до недавнего момента. Технологически продвинутый убийца-маньяк размещает на своем сайте картины жестоких убийств. Судьба каждого из жертв напрямую зависит от количества посетивших сайт. Чем больше подобных свидетелей, тем быстрее умирает жертва. Когда Дженнифер понимает, что маньяк имеет что-то личное к ней и к ее близкому окружению, ей и ее команде приходится играть на опережение, чтобы предотвратить страшное убийство этого инквизитора, не оставляющего ни следов, ни улик. Тложный вызов. 2013 года. Фильм расскажет про оператора колл-центра 911, куда поступает звонок от девочки-подростка, ставшей жертвой маньяка. Героине предстоит столкнуться со своими кошмарами, чтобы спасти девушку. Фатом. Фильм расскажет про четырех американских туристов, оказавшихся в Москве в момент нападения на ее инопланетян. Без кромиссов. Семь или восемь. Не в граммах, а в полицейских. Именно этим вопросом задается лондонский маньяк, решивший прославиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов звучный псевдоним Блиц и, вооружившись молотком, Барри Вайс выходит на улицы. Заражение. Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса. Аполлон-18 По официальным данным, Аполлон-17 был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 35 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы. Кожа, в которой я живу. Девушка с татуировкой дракона 2011 года 40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя убежден, что это убийство и что убийца является членом его собственной, тесно сплоченной и неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Бунквиста и татуированную хакершу Лизбет Саландер для проведения расследования. Как украсть небоскреб? Джошу Ковачу не повезло. Его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым. Шесть новоявленных друзей Джошина должны пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов долларов. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok